История каратистов из Алжира закончилась задержанием, как и многие другие, схожие по сюжету и целям псевдопутешественников. Особенно показателем стал 2018-й чемпионат мира по футболу в России и 20 пресеченных попыток. Излюбленные амплуа, незаконных мигрантов, любопытный турист. Обхаживаем, объезжаем, ну и тем более знаем и местных населения. Хотя тут у нас туристический поток очень сильный в последнее время. Если подозрительный человек с какими-то баулами или начинает интересоваться, где находится застава или граница, ну сразу мы оперативно информируем. Пограничная застава – это не только те, кто на службе. Это и те, кто стережет границу вне присяги. Застава Переров находится в Пущанском лесу. Без пандемии через ближайший пункт пропуска с Польши за сутки проходит до 300 туристов. По списку в добровольной дружине числится 14 человек. Но по сути, все местное население на чеку. Как организованное взаимодействие, в целом личное общение, проведение каких-либо занятий, инструктажей с членами добровольной дружины. Ну и, как правило, хотя бы ежедневное общение по средствам мобильной связи. Местные деревни, особенно те, что в пуще малочисленные, а в туристический сезон прирастают в разы. Мыслим, как преступники, лицкие, через этот живописный населенный пункт проходит главный туристический маршрут. Тысячи людей ежедневно. Чем не отличный повод затеряться? Еще наверняка придется запастись провиантом. Это единственный магазин в пуще в радиусе 15 километров. И что очень удобно, до польской границы всего 3 километра. Правда, возьмут вас в магазине меньше, чем за минуту. Выдаст вас даже продуктовый набор. Здесь же не продавец вовсе не промах. Чем они себя выдают? Да и как-то так ведут себя не очень. Оглядываются. Вот так бывает. Я даже одного поняла. Да, позвонила и задержали. Мы звоним на заставу. У нас есть все координаты, все, мы звоним своим ребятам. Так что у нас все здесь под контролем. На отдельных участках использование членов добровольных дружин принесения службы существенно позволяет сэкономить силы и средства пограничников и таким образом более эффективно осуществлять охрану государственной границы. Студент из Варшавы собирал грибы. Таки вышел за белыми в Беларусь. А к пожилому туристу скорая с белорусской стороны доехала быстрее, чем с польской. Жизнь – это всегда непредсказуемо, а жизнь на границе особенно – это всегда про необычное стечение обстоятельств. И в подобных случаях помощь приходит именно от неравнодушных граждан. Сегодня ряды брестских дружинников включают больше сотни человек. Но прийти на помощь готов практически каждый второй житель приграничья. Вместо жительства, шутят они, обязывает следить за порядком. Кристина Протасовецкая, Станислав Пекарский, Неделя, СТВ.